20 минут о красивой жизни, приятных людях и заметных событиях. Это Бьюти Тайм на 31. Всем Третий сезон проекта «Битва блогеров» состоялся. Как мы выяснили, важно здесь было участие, а не победа. А что же касается финальной вечеринки, где объявляет, собственно, победителя, то она уже превратилась в такое событие сразу трех направлений – делового, развлекательного и светского. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа Бьюти Тайм. К третьему сезону «Битвы блогеров» с одной стороны все стало на рельсы и схема начала работать, с другой – многое поменялось местами. Кто был в жюри, стал наставником, кто был участником, стал экспертом. Кайф, что, это уже третий сезон, во втором сезоне в финале был. Круто, круто, с каждым разом все лучше. Каждый из нас провел огромную работу, во-первых, над собой, во-вторых, в команде. Поэтому те результаты, которые мы получили, я ими более чем довольна. Это проект, который заставляет людей начинать свои первые шаги в Инстаграм. Мы, в принципе, под наставничеством топ-блогеров Челябинска проводим обучение начинающих блогеров. Отличительной особенностью третьего сезона стала очень тесная связь наставников с командами. Конечно, такое наблюдалось и раньше, но это было точечно. А на этот раз есть ощущение, что по-настоящему близкими стали все без исключения, что подтверждает очень трогательные финальные выступления. На самом деле я ожидала, ну, тусовки какой-то, да, а произошла конкретная трансформация и меня, и моей команды. Все то, что умею, знаю я в сфере своей деятельности, все те познания и опыт, которые у меня есть в моей жизни, я им поделился по максимуму со своими ребятами. Я помогала им в осуществлении, так сказать, блогерской деятельности. Мы справлялись с заданиями от партнеров, мы устраивали встречи, где я делилась своим опытом. Я поделилась той информацией, которая у меня есть, и она будет полезна для тех ребят, которые были в моей команде. Это мой, знаете, такой небольшой вклад в развитие бизнеса в нашем дорогом и любимом городе. А самое главное, что мы собрали в одном месте очень интересных, творческих, креативных людей, которые занимаются своим делом, своим бизнесом, да, и ищут новые пути развития. И наш проект именно тот, который помогает таким людям, да, с их таким желанием. Сейчас состав экспертов у нас прямо звездный, и мы действительно можем сказать, что если человек хочет научиться Инстаграму не просто прослушать, а прослушать и сделать здесь в моменте, то проект, конечно, поможет им. Полезным третий сезон выдался не только в эмоциональном плане. Нашлось место поставленным задачам и достигнутым целям. Научиться блогерству, как мне кажется, невозможно. Либо это у тебя есть, и ты чувствуешь, как и что надо делать, и как подавать информацию. Либо ты этому учишься, 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 и все равно у тебя что-то не получается. Мы начали с того, что, естественно, проработали все профили. Мы изменили подход вообще к Инстаграму. То есть, как они представляли и как они сейчас это делают, это абсолютно разные люди. Я вот за то, чтобы как раз рассказывать, как это делать качественно. И сейчас Инстаграм – это нереально крутая площадка абсолютно для любого бизнеса и для любого направления. О том, что главное здесь не победа, а участие, говорили все наставники. Кроме одного, точнее одной. В свою очередь, жюри старалась судить максимально объективно и честно. Это Эдгар и 20-30 Киреев и Битц. У них очень мало публикаций. У них вообще отдача была. Больше я, нежели чем они. Немножко реализация тяжеловата, а так круто было. Мне показалось, что два мало. А мне понравилось, было лаконично и не затянуто. Идея очень крутая, это прям смешно было. Победа в битве блогеров со стороны кажется простой формальностью, которую, тем не менее, необходимо соблюсти. Итак, в третьем сезоне битвы блогеров победу одержала команда Татьяны Мизюриной. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Стильный образ – это когда что-нибудь, да не по правилам. Сегодня в моде странные пропорции, необычные цветовые контрасты и сочетание фактур. Несколько тенденций сезона на конкретных примерах рассмотрим вместе со стилистом Маргаритой Сирашевой. Первый тренд – это клетка. Клетка – это классический принт, который с нами уже давно, но который остается и в этом сезоне. Подбирайте размер клетки таким образом, чтобы он соответствовал вашим пропорциям тела и пропорциям лица. Для более курпулентных дам необходимо выбрать более крупный размер клетки. Для миниатюрных можно остановиться на аккуратной классической клетке. Каждая женщина выбирает тот вариант низа, который комфортен и удобен именно ей. Кто-то из нас предпочитает динамичные брюки, кто-то остается приверженцем женского стиля и выбирает юбки. Такие оба варианта будут замечательно смотреться в комбинации вот с таким джемпером. Обратите внимание, на этом варианте это две отдельные вещи, которые мы можем комбинировать вместе и создавать такой многослойный и очень уютный лук. Причем, каждая из вещей может быть использована и по отдельности, что дает возможность большего числа комбинаций вашего гардероба. Обратите внимание на такое ультрамодное пальто. Здесь фактура этого пальто выглядит очень необычно, имеет легкий мягкий блеск. В таком пальто вы не останетесь незамеченной и привлечете очень много к себе внимания. Очень красиво такое пальто будет сочетаться с классическими брюками винного оттенка, с бежевой, с коричневой гаммой, с жемчужно-серым. Также для любителей вариантов поярче можно сочетать с желтым оттенком. Кстати, желтый цвет этой зимой абсолютный тренд и его стоит носить. Главное подобрать именно свой оттенок желтого, который подойдет именно к вашей внешности. Потому что, как известно, нет такого цвета, который бы не шел женщине. Главное подобрать нужный оттенок. Кому-то нужно более приглушенный, кому-то более яркий, кому-то более, наоборот, неоновый. Выбирайте и пробуйте, экспериментируйте. Такие кардиганы рекомендуется сочетать с легкими шифоновыми платьями. Можно добавить широкий кожаный, либо замшевый ремень. И такой образ станет не только уютным и теплым, но и очень женственным и легким. Также такой кардиган замечательно будет смотреться с футболкой и любимыми джинсами для повседневного образа. Ну и с рубашкой, с классическими брюками, вполне тоже такой яркий и теплый аутфит. Меховой бутик «Фьера», улица Елькина, 45. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе. Магазин «Стрит Кутюх» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Клиника «Источник» представляет генетический тест косметологии. Это анализ более 100 генетических маркеров, который позволяет максимально точно оценить состояние кожи, чтобы выбирать только эффективные косметологические программы. Отделение косметологии клиники «Источник» «Наука» на службе у красоты. 77 88 905 Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Точная диагностика и профилактика считаются приоритетными направлениями в мире медицины, в том числе и эстетической. Пожалуй, главной сенсацией последних лет считается генетический тест, который исследует индивидуальные особенности кожи, самого большого органа человека. Каждый человек, кто заботится о своей красоте и здоровье, мы рекомендуем пройти генетический тест по косметологии. Мы исследуем более 100 генетических маркеров на различные состояния, которые позволяют нам максимально точно определить состояние кожи и назначить персонализированную программу для пациентов. То есть мы изучаем такие группы изменений, как состояние рогового слоя, его формирование, увлажнение, процессы биостарения, это синтез и деградация коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, смотрим воспалительные маркеры, также проверяем метаболизм витаминов. И все эти изменения, которые мы видим, вот эти особенности у каждого пациента, наш доктор может составить персонализированную программу, которая позволяет прицельно сформировать план лечения. У каждой процедуры есть свои показания. Просто генетический тест нам дает возможность предугадать, будут ли побочные действия после этих процедур, будет ли воспаление длительное, либо будет пигментация после процедуры. В отличие от анализов, которые могут меняться в зависимости от возраста и состояния организма, генетический тест не изменен. Поэтому диагностировать наследственные факторы, которые влияют на кожу, достаточно только один раз в жизни. Эта процедура, которая проводится один раз в жизни, и по результатам этого теста у вас будет определенная памятка к действиям на всю жизнь. Тест этот проводится очень быстро, то есть врач берет ДНК-материал с внутренней поверхности щеки, ватной палочкой, и отправляется в лабораторию вместе с анкетой, которую заполнил пациент. Подготовка к этой процедуре особенная не нужна. Единственное, необходимо до процедуры за 30 минут не есть, не пить, не курить, не целоваться и не жевать жвачку. Одно из главных преимуществ генетического теста кожи – это возможность эффективно организовать мероприятия, связанные с увлажнением, омоложением, лифтингом, научно доказать, показаны или нет инъекции и пилинги, радиоволновая и лазерная терапия, а также хирургическое вмешательство. В идеале это поможет избежать лишних трат, не говоря уже о возможности сохранить здоровье. Проект «Модель Икс Плюс» – это многочисленные лекции, уроки дефиле и практические занятия, которые вызывают у нас повышенный интерес. Именно поэтому мы следуем за участницами, ходим вместе с ними по салонам одежды и бутикам, смотрим, как они выполняют наставления своих педагогов, а также тоже узнаем что-то новое о красоте роскошных форм. То, что у мужчин называется умываться, мы, девушки, именуем утренним и вечерним ритуалом по уходу за лицом. Их соблюдают все, кто заботится о своем внешнем виде, однако не все догадываются о том, что неправильно подобранные средства и последовательность их нанесения могут не дать желаемого результата. Сегодняшняя модная практика участниц проекта «Модель Х-Плюс» в магазине корейской косметики «Тони Молли» посвящена бьюти-секретам. Внешний вид – одно из слагаемых этого имиджа. Внешний вид базируется на макияже, а макияж, соответственно, базируется на правильном уходе. И сегодня занятие в магазине корейской косметики для участниц проекта «Модель Х-Плюс» как раз посвящено правильному уходу как основу, основ хорошего внешнего вида. Пользуюсь дневным кремом не всегда, потому что бывает, что нет времени, и я бегом-бегом на работу. И еще я забываю о руках. Вот руки – это моя проблема. Мне здесь даже уже сделали замечание, что у меня сухие руки. Достаточно сейчас подробно объяснять, как показать какие-то достоинства и скрыть недостатки. Все было неправильно. Поэтому очень хочется услышать рекомендации специалистов по средствам, по даже техникам. Это очень интересно. После того, как кожа получила необходимый уход, приступаем к нанесению декоративной косметики. В этом деле тоже есть свои тонкости и правила. «Разобрать ошибки – очень хороший прием. И мы сегодня будем разбирать не только ошибки, но и косметички. Мы заглянем в косметичку каждой девушки, найдем там продукты, которые ей подходят. Те продукты, которые ей не подходят, мы из косметички будем удалять, потому что некоторые из них, например, просто уже морально устарели. За последние годы появилось очень много интересных новых продуктов. Вчера девочки уже посещали мастер-класс и получили определенные навыки и знания. И сегодня мы решили провести работу над ошибками, посмотреть, насколько хорошо был усвоен материал, чему они уже научились и где точки роста. Вот здесь вот сейчас прям открытие. Подбирать тональный крем, потому что BB – это тоже с легким тоном. Под цвет кожи, шеи – круто. Вообще идеально, по-моему, потому что на самом деле летом один цвет кожи, зимой уже другой цвет кожи, а кожа шеи не меняется, как сказали. На данный момент у нас рассказываются именно правила макияжа и декоративной косметики, а вчера у нас был предоставлен как раз-таки мастер-класс от нашего директора Ольги Геннадьевны именно по уходу. Потому что в корейской косметике самое главное – это не так, как вы накрасились, а так, как вы за кожей ухаживаете. Если она изначально здоровая, то ей требуется меньше уходовых средств. Итак, чтобы выглядеть свежо и молодо, необходимо соблюдать несколько простых правил. Первое – не забывать ухаживать не только за лицом, но и телом. Второе – регулярно пробовать новые техники макияжа. Ну и третье – прилагать максимум усилий для поддержания здоровой кожи. Теперь участницы проекта знают много новых бьюти-секретов. Кстати, до финала осталось всего три недели, а тем временем уже набирается команда участниц второго сезона «Модель X Plus» от «Имидж Клуба Светлана». Новогодний корпоратив в самом центре города в торжественной и при этом уютной атмосфере. Конференц-зал с панорамной крышей для подведения итогов года и незабываемых выездных регистраций. Банкетный зал на 18-м этаже с потрясающими видами вечернего города. Вертолетная площадка для фотосессии. И это еще не все. Рады видеть дорогих гостей в ресторане-караоке с восточным колоритом «Маракеш». Улица Елькина, 45А. Офис-центр «Випр». Бронируйте свой праздник уже сейчас. Телефон 777-5373. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте nsostyle.ru Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего полтора часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Для первых в труде и первых в игре. Для первых свиданий и первых признаний. Для первых по кудряшкам и первых по волнам. Для первых на поворотах и первых на виражах. Махва – первые для первых. Еще больше новостей о красивой жизни на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime.tv А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok